Поступать по Духу – значит быть Водимым Духом. Задача Утешителя – помогать людям искать опору не в своей силе, а в силе Христа. Счастье, которого нам желает Бог, может прийти только благодаря нашему духовному росту и зрелости. Оставаться верным – значит выполнять наш повседневный долг, полностью доверившись Ему и положившись на Него. У вас есть только два пути. Вы можете довериться Богу и прославить Его через ваше несчастье, либо вы можете полностью сосредоточиться на вашей утрате и доискиваться ответов. Прославить – значит привлечь к чему-то или кому-то всеобщее внимание, сделать так, чтобы Его почитали и возвеличивали. Часто ответы, которые мы так неотступно ищем, становятся ясными, если в трудные, решающие минуты мы поступаем верно. Осознать, что источник беды – грех, значит уже частично справиться с ней. Бедствие всегда неожиданны и нежелательны. Это злоумышленник и вор. Но в руках Бога беда становится средством, с помощью которого проявляется Его сверхъестественная сила. Бедствие – это не просто инструмент. Это самый эффективный инструмент Бога для развития нашей духовной жизни. Обстоятельства и события, которые мы считаем неудачами, часто являются теми самыми орудиями, которые запускают нас в периоды интенсивного духовного роста. Как только мы начинаем понимать и принимать это как духовный факт жизни, невзгоды становится легче переносить. У всех нас есть области слабости. Бог хочет, чтобы эти недостатки характера показали нам, насколько мы полностью зависим от Него. Когда мы обращаемся с Ними должным образом, они приводят нас к более глубоким, более близким отношениям с Господом. Но неконтролируемая слабость порождает хаос в жизни человека. Хотя церковь выполняет много задач, ее единственное послание миру – это Евангелие Христа. Все остальное, что мы делаем, является лишь продолжением этой главной цели. Евангелие, которое мы предлагаем потерянным, превосходит любую мирскую философию, никогда не устаревшие и не нуждающиеся в исправлении. Этого всегда достаточно для удовлетворения величайшей потребности человечества – примирения с Творцом. Христос воздействует на нас еще одним способом, вдохновляя нашу благодарность. Он оставил небесную славу, чтобы стать нашим Спасителем, и когда мы признаем эту жертву, мы полны благодарности и похвалы. Необразованный человек, который знает, как молиться Господу, узнал гораздо больше, чем человек с высшим образованием, но не знающий, как молиться. Будучи детьми суверенного Бога, мы никогда не становимся жертвами наших обстоятельств. Будучи детьми Божьими, мы не должны быть наблюдателями. Мы должны активно участвовать в работе Господа. Зрители сидят и смотрят, но мы призваны использовать наши духовные дары и служить постоянно. Когда ты идешь по долине Неизвестного, ты найдешь следы Иисуса как перед тобой, так и рядом с тобой. По сути, есть два пути, по которым ты можешь идти — вера или страх. Невозможно одновременно доверять Богу и не доверять Богу. Вера в то, что ты можешь достичь цели, жизненно важна для достижения цели. Разочарование неизбежно. Остаться разочарованным — это твой выбор. Бог всегда будет указывать на Себя, чтобы доверять Ему. Поэтому твое уныние исходит от сатаны. Когда ты проходишь через угнетающие эмоции, разочарование и враждебность — это не от Бога. Горечь, непрощение — все это нападки сатаны. Разочарования будут приходить и уходить. Но разочарование — это выбор, который делаешь ты. Огорчение может быть временным. Или горечь может разрушить нашу жизнь. Выбор за нами. Если мы отказываемся бороться с унынием в лоб, мы открываем дверь, чтобы оно полностью доминировало в нашей жизни. Земная мудрость делает то, что приходит естественно. Божественная мудрость делает то, что побуждает нас сделать Святой Дух. Теперь, вспоминая каждое испытание и каждое страдание, которое было таким мучительным, я могу ясно видеть, как Бог превратил это в добро, несмотря ни на что. Страх душит наше мышление и действие. Он порождает нерешительность, которая приводит к стагнации. Сражайся на коленях и каждый раз выигрывай. С точки зрения мира есть много мест, где вы можете найти утешение. Но истинный мир приходит только от Бога. Бог позволяет нам преодолевать трудности, чтобы наша вера росла и очищалась. Испытания, с которыми мы сталкиваемся, дают нам прекрасную возможность заявить о своей зависимости от Бога, а не от самих себя. Смиряясь перед Богом, мы говорим Ему, что нуждаемся в Нём. Бог благословляет нас, чтобы мы могли благословлять других. Бог любит тебя с тех пор, как ты родился настолько сильно, что две тысячи лет назад Он послал Своего Сына Иисуса умереть вместо тебя. У Бога есть способы потрясти мир. Он буквально сотряс землю, когда Иисус умер на кресте. Бог несёт ответственность за последствия нашего послушания. Мы несём ответственность за последствия нашего непослушания. Божьи стрелы скорби острые и болезненные, чтобы Он мог привлечь наше внимание. Таким способом Он не позволяет своим любимым детям впасть в грех, потому что Он знает, что это лишает нас благословений, возможностей и даже совершенствования характера. Божий план по расширению Его Царства очень прост. Один человек рассказывает другому о Спасителе, и всё же мы постоянно заняты и полны оправданий. Просто помните, что на карту поставлена вечная судьба какого-то человека. Награда на небесах намного превзойдёт любой дискомфорт, который вы испытывали, делясь Евангелием. Слово Божье абсолютно истинно. Вы можете не понимать, как Бог осуществит то, что Он вам обещал, но Он выполняет каждое обещание, которое Он когда-либо давал. Он никогда не обманет вас и не разочарует вас, и Он никогда не изменится. Бог несёт полную ответственность за жизнь, полностью посвящённую Ему. Бог хочет изгнать страх и сомнения из твоей жизни. Иди к Нему прямо сейчас и скажи «Господи, это то, чего я боюсь». Бог хочет, чтобы мы искали Его больше, чем что-либо ещё, даже больше, чем мы ищем ответы на молитву. Когда мы приходим к Богу в молитве, иногда наши сердца настолько поглощены тем, чего мы хотим, что мы оставляем Бога в стороне. Наши умы поглощены подарком, а не дарителем. Бог хочет, чтобы вы поняли Слово Божье. Библия — это не книга мистерий. Это не книга философии. Это книга истины, которая объясняет отношения из сердца Всемогущего Бога. Бог никогда не скажет нам быть гордыми, высокомерными и неумолимыми, аморальными или ленивыми, или полными страха. Мы можем впадать в эти состояния потому, что мы нечувствительны к руководству Святого Духа внутри нас. Бог никогда не отвергнет тебя. Примешь ли ты Его — это твоё решение. Хелен Келлер была слепой и глухой, когда окончила колледж с отличием. Так в чём твоя проблема? Помочь кому-то прийти к спасительному познанию Христа — величайшее возможное достижение. Его голос ведёт нас к не робкому ученичеству, а к смелому свидетельству. Надежда, основанная на человеке, созданной человеком философией или каком-либо учреждении, всегда неуместна, потому что эти вещи ненадёжны и мимолётны. Если человек становится довольный тем, что является средним, минимально приемлемым или удовлетворительным, он редко будет прилагать усилия или стремление к чему-то действительно превосходному или выдающемуся. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. Продолжение следует... Продолжение следует...